всем привет у нас сегодня новый видеообзор и как вы можете видеть в этот раз мы поговорим о новинке от польской компании арма хобби в 72 масштабе она копирует fm2 wildcat я думаю здесь не нужно отдельных представлений самолет довольно знаменитый и это эксперт на борт то есть внутри будут еще и дополнительные бонусы которые пригодятся при сборке сам пластик полностью новый поэтому интересно посмотреть его поближе тем более у него вот уровень сложности две звездочки это коммерческий образец вы получите все ровно то же самое что вы увидите в этом наборе и сейчас мы его откроем и посмотрим что же здесь идет комплекте сама коробка стандартных размеров вот вы можете видеть сравнение с моей рукой бокс-арт очень красивый но к сожалению они не предлагают плакатов с таким же изображением с таким же с такой же работой можно было получить неплохую картину здесь вот сбоку написано то что у нас комплекте идет разумеется пластик декали для шести вариантов окраски травления и маски даже но это прерогатива именно эксперт сета в обычных вот это вот травление и масок нет и вариантов окраски по моему всего три или даже два поэтому если вы хотите получить все и сразу то нужно выбирать эксперт сет и вот здесь вот показаны все шесть вариантов окраски которые довольно таки разнообразные скажем так то есть здесь вы найдете что нибудь интересное обязательно и если все таки не найдете то автор маркет вам в помощь с другой стороны написаны всякие советы по безопасности поэтому сейчас откроем коробка с боковой загрузкой внутри вот так вот довольно плотно все упаковано несколько литников как я вижу и сейчас мы откроем их рассмотрим поближе пакет на вот таком вот клапане то есть его можно будет закрыть для хранения других рамок и сейчас мы вот все достанем кстати у нас вот прозрачная рамка упакована вообще без каких-либо пакетов это не есть хорошо потому что в итоге у нас могут появиться царапины тем более она болтается вот так спокойно в к в комплекте в пакете рекомендую если есть возможность достать вот эту упаковку и посмотреть как вообще выглядят прозрачные детали если они не поцарапаны собственно с этого литника мы и начнем здесь у нас идут детали для фонаря как вы можете видеть средняя секция отлита отдельно то есть наверняка можно будет открыть кабину ну и как я уже говорил в эксперт сете маски идут в комплекте поэтому не стоит даже без беспокоиться по поводу вот этого вот процесса все должно быть уже готово из коробки нужно только просто их наклеить аккуратно покрасить модель затем их снять и будет аккуратный фонарь с переплетом где нужно ну и как я уже сказал качество литя очень хорошие но это типичная фича для арма хобби поэтому здесь никаких таких удивляющих факторов нет это стоило ожидать скажем так далее мы сейчас следуем с другой рамкой это в принципе у нас уже серый пластик и здесь вот у нас поместились вот такие вот точки которые собственно используются для крепления здесь они не особо пригодились потому что нет других литников такого же размера но на самом деле очень интересное такое устройство которое помогает складировать все вместе и и фиксировать литники на месте по моему flyhawk тоже использует подобное решение здесь у нас идут подвесные баки детали кабины колеса шасси и обратите внимание то что колеса шасси они с эффектом нагруженности то есть шины чуть подмяты снизу не все производители включает такой эффект и тем более он скопирован не только на основных колесах но также и на хвостовом то есть самолет будет выглядеть чуть более реалистично в собранном виде и вам не обязательно докупать смолу чтобы получить такую особенность опять же обратите внимание то что и приборная доска имеет влитые шкалу но наверняка это все будет дополнен отравлением здесь вот у нас идет еще и пол кабины бак идет который виден через отсек шасси через нишу шасси и дальше у нас подвесные баки не собирается из двух половин сейчас я попробую еще приблизить чтобы вы могли рассмотреть это все поближе в принципе качество литья но очень хорошее здесь вот даже самые небольшие нюансы они очень аккуратно скопированы в пластике и это стандартный пластик это не какая-нибудь смола или еще что то то есть вы получаете это все заплатив обычную цену и кстати колеса отлиты цельными деталями не двумя половинами то есть это принципе весь процесс это отделение от этого одного питателя и затем уже аккуратная краска ну и кстати в половинах топливных баков вы могли видеть направляющие штифты которые помогут при сборке чтобы совместить эти половины более-менее точно следующая рамка чуть больше здесь у нас уже идут половины фюзеляжа детали крыла двигатель также идет еще и винт и прочие элементы в принципе внешняя расшивка типичная это внутренняя расшивка и клепка здесь у нас вот передняя секция капота что очень даже похвально то есть это часть не будет собрана из половинок но при этом средняя часть капота она собирается из двух половинок то есть здесь придется попотеть ну и детали выглядят очень аккуратно никакого обоя разумеется на деталях даже нет было бы странным это увидеть и двигатель выглядит тоже неплохо сейчас опять приблизим чтобы рассмотреть все поближе расшивка конечно не прямо глубокая на крыле например потерять расшивку несколько слоев грунта и краски это просто как раз плюнуть поэтому будьте аккуратны иначе получится очень гладкий самолет далее идут ракеты которые по моему не использована в сегодняшнем варианте детали двигателя на винте вот здесь у нас идут питатели прямо на лопастях ну немного странное решение детали крыла имеют вот такие направляющие штифты внутри ну а вот эти вот штифты для крепления самих половин крыла на фюзеляже это конечно но не знаю может быть можно это как-нибудь закрепить металлическим стержнем здесь вот кстати у нас идут направляющие ну и сам двигатель выглядит неплохо в принципе для 72 масштаба поляки очень гордятся тем что они здесь получили поэтому вполне может получиться интересный вариант тем более еще и травление насколько я помню будет использовано поэтому сейчас посмотрим как оно в инструкции все это изображено итак идем далее сейчас момент вот у нас отдельный пластиковый пакет с травлением и масками кстати которые пригодятся при сборке явно если травление не все моделисты используют то маски я думаю будет очень странно не использовать и так травление здесь не окрашенная детали идут как для кабины так и для двигателя вот эти вот все провода и прочие небольшие детали они пригодятся для двигателя выглядит деталь неплохо тем более это не окрашенное травление то есть вы сможете его покрыть нужным цветом как вам это видится и опять же есть еще и ремни в комплекте есть и приборная доска есть и специальные цепи для шасси для механизма выпуска шасси и в принципе очень даже неплохо для 7 2 масштаба главное все это как-то скажем так открыть взору чтобы это было готово видно на готовой модели потому что иначе это будет все спрятано далее у нас следуют вот такие маски и причем маски оказывается есть и для колес что очень даже круто потому что колеса были отлиты цельными деталями как вы помните а здесь еще идут и маски не только для фонаря но и для колес шасси то есть вы получаете все нужное из комплекта не нужно даже беспокоиться то что колеса здесь цельные обычно это идет только в наборе смоленных колес от эдуарда например далее у нас следует ну по идее где-то здесь декали должны быть час момент вот они собственно декали отпечатаны в тех моде это тоже традиционная такая особенность армо хобби 6 вариантов окраски как вы помните есть декали для кабины так что если вы боитесь использовать травление то можно использовать декали здесь вот и ремни и приборная доска все это скопировано при помощи декалей качество печати очень хорошее здесь никаких нареканий нет и я думаю нанесение тоже не доставит особых проблем так что единственное вот некоторые элементы например те же самые черные полосы можно скопировать при помощи масок и получить чуть более реалистичный вид поэтому не ленитесь попробуйте сделать это на своей модели тоже далее у нас идет инструкция опять же типичный такой формат для армо хобби на первой странице у нас идет историческая заметка и карта деталей также таблица цветов практически во всех возможных производителях поэтому я думаю здесь проблем не возникнет и также схема нанесения масок есть в нижнем углу ну в принципе здесь тоже все более менее понятно думаю сложности не возникнет ну а сборка начинается с кабины с кресла пилота туда нужно будет установить ремни травленые также пластинка идет для сидушки самой то же самое касается и приборной доски затем мы уже собираем кабину боковые вот эти вот панели различные элементы управления и вот это вот полусобранная кабина затем вставляется в половину фюзеляжа я вот почему немного торможу потому что вот эта вот конструкция уборки шасси скажем так самого главного отсека шасси выглядит очень даже впечатляюще для 72 масштаба на реальном самолете она видна через открытые створки поэтому похвально то что здесь постарались скопировать двигатель в принципе ну вот вы можете видеть сколько деталей нужно будет для двигателя добавить тоже достаточно и тем более еще и травление здесь будет задействовано поэтому через капот будет видно очень много скажем так но капот не открывается на модели из коробки далее мы продолжаем сборка крыла причем несколько вариантов винта вот вы можете видеть включены то есть один вариант для трех вариантов окраски и другая версия для других трех вариантов окраски затем мы собираем уже шасси здесь шасси довольно сложная поэтому рекомендую быть очень аккуратным чтобы получить точную подгонку всех вот этих вот стоек вместе и затем вся вот эта конструкция уже вставляется в фюзеляж то есть вот вы можете видеть есть еще и гайд по подгонке затем ну а кстати ракеты будут задействованы все уже зависит от выбора вашем и вашего варианта окраски но также можно использовать и подвесные баки нужно добавить антенна обязательно опять же антенна отличается в зависимости от варианта окраски которую вы выберете и в принципе вот еще и снизу антенна добавляется но в целом сборка несложная как я вижу для 72 масштаба тем более все это будет быстро собираться вот первые несколько вариантов окраски самолет из 44 года далее мы продолжаем еще одним самолетом из 30 мая 1944 прошлый почему-то не написанка из какого он года далее мы видим самолет 1944 но походу они все нет вот 1945 и вот еще один 26 марта 1945 года ну в целом набор получился очень интересным в принципе он уже должен быть доступен в продаже вы можете купить его на официальном сайте армахобби цена довольно разумная за такой комплект поэтому рекомендую рассмотреть тем более если вы любите самолеты в небольшом масштабе то это будет очень интересный проект и в принципе все нужное сразу будет комплекте опять же буду рад услышать ваше мнение как вам понравился этот набор пишите здесь в комментариях ниже если видео понравилось то нажимайте кнопку лайк и подписывайтесь на наш канал ну и увидимся в следующем видео обзоре как обычно спасибо за то что присоединились сегодня и пока сегодня